Всем добрый день! Канал GT Class, с вами Андрей Щетников, и мы продолжаем разговор, начатый во вчерашнем ролике, про звуковое давление. Уже появилось достаточное количество комментариев, с которыми я ознакомился, и я вижу, что то, что происходит, очень похоже на нашу работу со школьниками в турнире юных физиков. Хотя я подозреваю, что 90% постоянных подписчиков канала, это вовсе не школьники, а люди уже достаточно взрослые, но интересующиеся физикой и стремящиеся ее понимать, что самое главное. Вот мы имеем дело с некоторым явлением, я его по ходу дела обнаружил, показал вам, и исследование любое начинается с того, что мы пытаемся это явление качественно объяснить, понять его. А каждый при процессе понимания стартует со своей позиции и понимает это очень по-своему, поэтому комментарии получаются очень разнообразные, всякие разные. Ну и так вот я хочу сделать обзор того, что я вижу, а вижу, что такое простое явление породило несколько тем, с которыми следовало бы подробно разбираться. И что-то из этого мы, конечно, будем делать в наших систематических роликах, а о чем-то поговорим сейчас. Ну, пожалуй, первая тема такая. Значит, у нас стоит излучатель, сверху пластиночка, и, в общем-то, понятно, что каким-то образом там между пластинкой и излучателем формируется стоячая волна. Ну, и тем самым возникают вопросы, а как она, собственно, формируется? Ну, какое нам описание более удобно для ее формирования? Ну, и вообще говоря, какие при этом граничные условия у нас должны быть на верхней пластинке и на излучателе? И об этом мы сегодня еще поговорим. Следующий вопрос, который я вижу, это вопрос вообще просто очень крутой, это вопрос про вектор потока энергии и вектор потока импульса. Ну, здесь вообще намечается большая тема разговора. Значит, в электродинамике это, соответственно, вектор пойнтинга, и есть вопросы о том, в каком смысле он существует. В каком смысле через площадку переносится энергия, площадку, выделенную в пространстве, переносится энергия, переносится импульс. Это действительный перенос или это такой язык, которым мы пользуемся, и этому языку соответствует лишь математический формализм, но не реальные физические процессы. То есть это тема, с которой будет очень классно разобраться. Ну, и вообще говоря, есть исходный вопрос о том, ну, понятно, что под пластинкой возникает область повышенного давления, и вопрос о том, а как это повышенное давление возникает. Ну, вот как раз об этом будет ролик, как я его называю для себя, систематический, четверговый, акустическая левитация. Ну, через какое-то время мы его соберем. Значит, материал уже отснят, я отдал. Дальше в рисование картинок и в монтаж. Через какое-то время мы его соберем и выложим. Поэтому как раз этой темой я бы заниматься, вот именно этой я бы сейчас не хотел, а я бы хотел поговорить, немножко еще порисовать картинки про стоячую волну. И еще один комментарий, он для понимания тоже очень важен. Почему нам так важно, почему нам так важны ваши комментарии и вот это вот обсуждение, которое не очень понятно, куда плывет. Ну, если вы посмотрите, что про меня написано на Википедии, то вы узнаете, что я закончил физический факультет НГУ в 1986 году. А все, что написано дальше, в значительной степени связано не с физикой. Написано, что у меня много работ по истории науки, в основном античной опубликовано. А еще есть такое слово, прикладная теоретическая эпистемология. Это попытки, ну для меня это прежде всего попытки разбираться с тем, как люди размышляют, как устроено знание и как устроено понимание. Ну и наш канал с какого-то времени мы тоже стали направлять в эту сторону. И все это пересекается и с нашими педагогическими практиками, и с тем, что делается в школе Пифагора и в других проектах, которые мы в Новосибирске, и не только в Новосибирске, за последние 15, а то и больше уже лет запустили. Ну а теперь я хочу еще про стоячую волну порисовать и поговорить о двух разных языках описания. И о том, что в некоторых ситуациях нам один язык удобнее, в некоторых другой. Но надо всегда помнить, что мы находимся в языке. Ну вот сейчас об этом картинке. Итак, стоячие волны и два языка их описания. Кто изучал курс уравнения математической физики, тот эти оба языка должно быть вспомнят хорошо, когда математика при этом соотносится с физикой. Первый язык. Язык собственных колебаний. Ну мы рассмотрим самую простую модель. Значит, это наши две стенки, но это будут просто две точки, в которых привязана струна и, значит, колебания струны. Первая мода, когда узлы находятся на конца, где струна закреплена, ну и дальше пошли. Вторая мода. Третья мода. И так далее, когда укладываются две, три, четыре и так далее полуволн. Ну, соответственно, это собственное колебание. Оно живет в системе только в идеальном случае, когда в ней нет затухания. А в реальности мы должны эту волну каким-то образом подкачивать. Веревку мы можем раскачивать за один конец или еще каким-то образом поставить динамик на одном конце. И тогда здесь у нас будет жить стоячая волна. Акустическая. Кстати, об акустических волнах. Значит, понятно, что акустическая волна продольная, в отличие от колебаний веревки, которые поперечные. И для продольной волны, значит, что это я такое нарисовал красным цветом? Ну, у меня смещение и скорости равны нулю на концах и максимальной в середине. Значит, это у меня будет смещение или скорость максимально в середине. Значит, ну да, я про продольную волну говорю, равна нулю на концах в такой ситуации. А что касается давления, то все ровно наоборот. Там, где смещение максимально, там у нас находится узел давления. А максимальное давление на стенках, значит, у нас сейчас, когда все сместилось в эту сторону, здесь давление максимальное, а здесь наоборот разрежение, давление минимальное по сравнению со средним давлением. Значит, вот синее это у нас давление. Его узлы находятся не там, где находятся узлы смещения. И применительно к нашей задаче помнить, о чем мы говорим, о каких узлах, это важно. А также важно понимать, что граничные условия, ну я здесь нарисовал жесткие стенки, граничные условия могут быть другими. В частности, у нас ведь на одном конце, то есть если это наша фольга, то на другом конце у нас стоит динамик, который работает, диффузор которого колеблется, смещение стало быть уже не равно нулю в этой точке. А что касается давления, тоже надо понимать, находится ли там пучность или нет. Это вопрос, который требует деталировки. Но это вот наша первая модель. Значит, собственные колебания и подкачка. Подкачка должна осуществляться на частоте, близкой к частоте собственного колебания. Значит, что таким образом у нас наблюдается явление резонанса. Внешняя раскачка по частоте близка к собственной частоте той или иной моды, которая в системе живет. Первый язык описания. А второй язык описания, другой. Этот второй язык предполагает, что у нас, мне его удобнее так себе представить. Вот у нас здесь будет стоять, правда я уже колебал эту стенку, здесь у меня будет стоять динамик. И с точки зрения второго языка у нас отправляется некоторая волна, бегущая. Она отражается от стенки. И, значит, ну и я картинку такую рисую, как будто эта волна и дальше убегает за стенку. А здесь как будто у меня альтернативная вторая волна бежит. И причем смещение в этой второй волне должно быть всегда противоположным по знаку смещению в первой волне на стенке. Тогда только у нас будет выполняться граничные условия на стене. Итак, у меня такая волна бежит в другую сторону. Значит, обе волны бегущие. Коричневая и синяя. Эта синяя, коричневая волна добегает до диффузора. Динамика снова отражается здесь. Или поглощается частично, или поглощается вся. У нас не может она вся поглощаться. Значит, иначе он такой мягкий, что... А как он, собственно, волну-то излучает в воздух? Так, в общем. И таким образом появляется еще раз отраженная волна. Ну, каким мне ее цветом нарисовать? Какую-то красную нарисую. Которая снова движется в эту сторону. И таким образом у нас здесь... Мы представляем себе, как будто волна гуляет туда и сюда. Да, отражаясь от стенок, можно граничные условия заменять. Ну, как бы представлять себе, что волна уходит за стенку. И волна приходит из-за стенки. Но они сфазированы нужным образом на самой стенке. Ну, и в результате эта волна должна не затухать на следующем проходе. А складываться в правильной фазе с той, которая была первой отправлена. Ну, а это приводит все к тем же условиям. Каким образом длина волны укладывается между излучателем и стенкой. Ну, или какой-то... Без разницы. Какие-то есть граничные условия. Значит, вот эти две картинки. Одна картинка с бегущей волной, которая отражается. Другая картинка с раскачкой здесь собственных колебаний. И подкачкой этих собственных колебаний за счет внешнего источника энергии. Ну, и я должен сказать здесь, что это... Как вот это... Что это? Это физическая реальность так устроена? Или это язык описания, которым мы пользуемся, так устроен для того, чтобы так или иначе увидеть эту физическую реальность? Вот это и есть главный вопрос. И важно помнить, каким язык описанием мы пользуемся. А это очень трудно зачастую при качественном объяснении, потому что мы начинаем путать реальность, как она есть, и язык, которым мы пытаемся ее описать. Надо контролировать соотношение одного с другим. Ну, здесь я, пожалуй, остановлюсь. А в целом наш вопрос о том, почему левитирует над ультразвуковым излучателем алюминиевая пластинка, остается. И можно попробовать его поотносить с тем, что про стоячие волны сказано. Кстати говоря, правильный вопрос задавался. Стоячая волна, она ведь как бы... Она возникает от того, что пластинка висит. А какие у нас условия на пластинке? У нас условия смещения нулевого или какое-то другое? Это вопрос, с которым требуется разбираться. Качественное объяснение никогда не делается за пять минут. Оно приводит к следующим, следующим, следующим вопросам. И до сборки иногда бывает, что проходит довольно много времени. Ну, пишите комментарии дальше. Я должен подчеркнуть, что ваши комментарии это то, из чего вырастают наши будущие ролики. И даже непосредственно те, которые будут завтра и послезавтра. А это вообще, как бы вот это материал для нашего размышления, для наших попыток понять, а какие затруднения вообще с пониманием у людей, когда ты что-то пытаешься объяснять. Потому что затруднения есть всегда. И кто-то понимает про эти затруднения. Мне кажется, понимает очень многое. Ну, спасибо вам большое за внимание к такому длинному ролику, который сегодня получился. Всего хорошего.